Участники нашей, участницы, скажем так, нашей пресс-инференции сегодняшней, это победительница конкурса Мисс Россия 2013, Эльмира Анатольевна Клакова. К сожалению, не победительница конкурса Мисс 2013, но очень достойная девочка, которая представляла на конкурсе БИСК, которая на Мисс Нежной Вселенной стала второй и представляла Новосибирск, это Юлия Теслина. Явно наша тупень, которую вы все знаете уже и любите, она у нас на конкурсе Мисс Россия 2011, правильно ли я, на 2011, заняла третье место. И сейчас, благодаря вам, мы будем победителем. На самом деле, вот даже, что сейчас я буду говорить, абсолютно не осознаю, что у меня происходит внутри то, что я стала Мисс Россия 2013, то, что я стала обладателем инфекционных подарков, которые были вручены в качестве главного приза. И просто даже сейчас сижу и не представляю то, что у меня берут еще и интервью. Да, я учусь в БИСК в Университете путей сообщения на факультете мировой экономики специальности технического управления. В этом году поступила учиться на первом курсе. Скорее всего, я возьму академную, а в дальнейшем, я думаю, буду также продолжать учиться в этом вузе, мне безумно нравится. И эту специальность я выбрала не просто так, а потому что это реально то, с чем я хотела бы связать свою будущую жизнь. Тем более, на мой взгляд, эта специальность будет очень востребована в будущем. И не в каждом вузе имеется такая специальность. Любая девушка, на мой взгляд, должна любить себя, считать себя красавицей. То есть, как бы, я не исключение. И красавица вообще, что такое красавица? Мне кажется, это настолько... Ну, нельзя сказать, красивая девушка или нет. Красота, она бывает разная. И в каждой женщине, безусловно, в каждой женщине есть своя отзывинка, за которую можно назвать именно красавицей. И, безусловно, я часть денег отдам именно на развитие моего города. Но это не все деньги, а вот именно часть, потому что в дальнейшем, мне еще кажется, рациональнее будет вложить данную сумму в какие-либо инвестиции, чтобы в дальнейшем в обороте смогла получить еще больше и еще больше, чтобы помочь также и благотворительности. И, знаете, карьера модели, это... Ну, стоит отметить, что все равно это недолговечно. Красота пройдет, не, красота не пройдет, пройдет тот возраст, когда появятся новые девушки, такие же молодые, красивые. Скорее всего, это будет в моей жизни, но помимо этого будет еще что-то, либо более фундаментальное, которое будет приносить нервы за ворот, когда потери пульсы. Продолжение следует...